Очень помогает переход к дополнению. Эти формулы сами по себе довольно важны, поэтому давайте я их напишу. Вот представьте себе, что у вас есть произвольное множество, произвольный инверсум, в котором расположены два или большее множество. И давайте обсудим, что это такое. А можно даже сразу для трёх множеств? Вот что значит из множества у выбросить объединение трёх множеств? Это останется всё, что не входит ни туда, ни туда, ни туда. Так? А теперь смотрите. Я возьму и сделаю так. Я из множества у выброшу а выброшу b выброшу c от множества c. Итак, из множества у выбрасываю а, выбрасываю b, выбрасываю c. Это же на разные вещи, безусловно. Вопрос. Какой знак надо поставить вот здесь, чтобы получилось реальность? А ничего можно добавлять? Добавлять ничего нет. Подумайте. Совсем простая вещь. Если эти два а и b и c будут пересекаться... Нет, они производят. А это множество... А это множество... А не знаю, треугольников. А не пересекаются? b это множество чего-нибудь ещё. А объединение? А объединение? Нет, конечно. Всё, пожалуйста. Посмотрите на картинку. Здесь множество. Вы из него выбросили одного множества. Вы потом из него выбросили... Понятно? То есть смотрите, что в результате вы выбросили? Вот вы выбросили объединение трёх множеств. Так? Да. Но мы ещё... Осталась внешняя часть. Несколько раз выбрасывали. А потом вы делаете так. Вы выбрасываете только а, выбрасываете только b и выбрасываете только c. Христианин? Христианин, конечно. Конечно, пересечею. Слушайте, а давайте мы в терминах каких-нибудь ужасных преступлений подумаем. Представьте себе. А, это те люди, которые в Португалии нарушили правила дорожного движения. Да, я думаю, совсем ужасно. Согласна? Вот есть такие ужасные люди, которые приехали в Португалию и нарушили там правила дорожного движения. Так? Да. Замечательно. Пусть множество b. Это множество... Ну, например, это множество людей младше десяти лет. Это не ужасное преступление. Это не ужасное преступление, но младше десяти лет. Кстати, они пересекаться не могут, потому что младше десяти лет за руль автомобиля не сажен. Так? Ну, так если они сядут, то они нарушат Португалии. А, ну да, они могли, как пешеходы, нарушить все это даже. Хорошо. И множество c. Это те... Те, которые нас прияли... Не надо, не надо уже оставить. Дорог. Это, например, те, кто когда-нибудь ходили в зеленых штанах. Еще хуже. Я не ходил в зеленых штанах. У меня зеленые шлифы нет. Да, да, значит, в это нужно входить. И дальше. Страны джинсами не замечают. Подумайте, пожалуйста, что такое объединение. Это надо или в Португалии нарушить правила дорожного движения, или быть маленьким, младше десяти лет, или когда-нибудь один зеленый штан. Или это такое объединение. Можно и то, и то, и то. Замечательно. А теперь подумайте, пожалуйста, что здесь написано. Вот здесь вот из всех людей удаляют вот этих вот португальских нарушителей. Здесь из всех людей удаляют маленьких. Здесь удаляют тех, кто с зелеными штанами когда-нибудь общался. Так? Замечательно. Ты понимаете, что если человек не нарушал правила, не младше десяти лет, и никогда не носил зеленые штаны, то есть это как раз и есть вот тот самый человек. Поняли? Да. Это очевидно. Очевидно? Очевидно. Хорошо. Кстати, вообще есть такой способ уменьшать количество символов. Очень часто, когда вы берете такую разность, то пишут палочку сверху. Называется дополнение. И в таком случае формула, которую я только что написал, записывается следующим, мне кажется, очень понятным образом. Если берешь объединение трех множеств и рассматриваешь его дополнение, то это то же самое, что пересечение дополнения. И это не для трех, потому что это для любого числа. И для двух, и для скриптов. Так, что-нибудь понятно, непонятно? Господа. Поняли? Да. Поняли. Отлично. Давайте сейчас возьмем, посмотрим по-другому. Давайте возьмем наше множество. Не знаю, уже где выбрать. Давайте здесь. Считайте, считайте, все запомним, правда? Да. Эти картинки. Вспомнили? Да. Вот. Давайте я сейчас напишу вот такую форму. Из множества пунктов выбрасываем пересечения. Давайте подумаем, что это будет. Вот есть множество всех людей. И есть такое удивительное. Важно тех, кто это. Тот, кто нарушал правильное дорожное движение в Португалии, ему при этом меньше десяти лет, и он когда-нибудь в жизни надевал свои штаны. Я не уверен, что такой человек есть. Но, может быть, и есть. Как это связано с таким множеством? Люди, которые не нарушали правильное дорожное движение в Португалии, люди, которые больше или равно десяти лет, которые не маленькие, и которые никогда не надевали обзорные штаны. Что надо поставить здесь? Пересечения и дополнения. Объединения. Объединения, конечно. Смотрите. Назовем плохим человека, который нарушал правильное дорожное движение в Португалии младше десяти лет и никогда не надевал обзорные штаны. По каким причинам человек может быть хорошим? Если он хоть что-то из этого не сделал. Правильно? То есть, или он не нарушал правила, или ему не меньше десяти лет, или он зеленый штанин. Никогда не надевал. Так? Здесь не последний такой знак. Так вот, это другая форма. Коротко она записывает, да. Если берешь дополнение к пересечению, то это что? Объединение. Дополнение. Дорога, между прочим, эти две формулы очень интересные. Они показывают, что объединение и пересечение очень связаны между собой. Это двойственная операция. Понимаете? Если перейти к дополнениям, то вместо объединения будут пересечения. К этому непросто привыкнуть. То есть, надо просто во время решения задач это будет все время потихонечку проявляться у вас педагогическое уважение. Постепенно привыкнете. И вот эта идея перехода к дополнениям, она, но она, честное слово, очень, очень, очень полезна всегда в математике. Так, я считаю, что все объяснило. Объяснил? А теперь, зачем я все это вам рассказал? Ребята, смотрите. Каким образом выписывается функция дополнения? Это ноль, если не принадлежит, и единица, если принадлежит. Так? А вот представьте себе, что вас интересует функция дополнения. Как ее тогда получить? Как получить индикаторную функцию дополнения? И если вы знаете индикаторную функцию самого множества, то есть, если бы вы знали во время изучения вероятности, насколько часто эти самые индикаторные функции будут использоваться, то вы бы сейчас не думали, что это вот там только сейчас сказали и потом никогда не будет. При изучении вероятности это будет встречаться с того, что автомобиль разбился. Соответственно, это за то, что он не разбился. Понятно, да? События и дополнительные функции. Это тоже вероятность все время встречается. Как она напишется? Смысле? Вот дополнение. Чему же она равна? Скажите. Если вы знаете функцию самого множества. Множество минус 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 что такое множество минус? Ну минус Формула, пожалуйста. Представьте себе, у вас есть ящик, в котором вы спрашиваете вот данный элемент принадлежит множеству или нет? И он вам в ответ дает ноль или один. А сейчас вам нужно наоборот узнать не принадлежит элемент. Что надо сделать в таком случае? По определению в каком случае у вас здесь будет один если принадлежит. И? Ноль не. Это понятно? Да. Это понятно. Хорошо. И что же надо здесь фактически сделать? Надо там, где был ноль написать единицу. Там, где была единица написать ноль. Что это за функция такая? Которая ноль переводит в один, а один в ноль. Переход к дополнению от объединения дает пересечение. Так? Отлично. И то же самое. Переход к дополнению к пересечению это объединение дополнения. Так? Да. А вот теперь смотрите в чем идея. Если у меня есть индикаторная функция множества, то, когда пересечение достаточно всего лишь перемножить. Понятно? Что делать для объединения и очень понятно. Но для пересечения это всего лишь надо перемножить. поэтому я делаю очень просто. Ну вот давайте, например, для случая двух множеств. Сначала напишу. Вот у меня есть по множеству А и В. И меня интересует объединение. Я перехожу к дополнению. Все поняли, как переходить к дополнению? Что нужно сделать? Ну, нужно поменять А, вы так и не поняли это, да? Нет. То есть нет? Не поняли? Нет. Функция, которая меняет единицу на ноль, ноль на единицу. Что это за функция? У вас известна вот эта величина. Как из нее получить вот эту? Да? Стоит между нуля один вместо Правильно. Как это написать формулой? Что-что? Один минус. Конечно, один минус. Конечно, один минус. Смотрите, ребята, сумма вот этих двух функций это просто единица. Согласны? То есть 0 плюс 1 это 1 и 1 плюс 0 это тоже 1. Поэтому, если меня интересует индикаторная функция объединения, то нужно из единицы вычесть индикаторную функцию дополнения. Это понятно? Для любого множества индикаторная функция его дополнения получается вычитанием единиц. а здесь работает формула, которую мы сегодня обсуждаем. Какая формула? Как делать дополнение объединению? Помните ли? Дополнение объединения. это пересечения дополнения? Дополнение. Дополнение. Очень прошу записать ровно то, что я сейчас пишу. Характеристическая функция для объединения получается так. Надо из единицы вычесть характеристическую функцию дополнения объединения. Но дополнение объединения это пересечение дополнения. Следующий этап. когда у нас есть два пересекающихся множества как написать индикаторную функцию? Помните или нет? Индикаторная функция пересечения это что? Это умножение. Давайте присядем. Это нужно вот так умножить на вот так. Согласны? Да. Да. Это стало буквально чуть-чуть. Мы же это можем написать. Как вот это выражение через индикаторную функцию множество А вывести? 1-1 Молодец. 1-1 совершенно верно. А как это вывести? То же самое. 1-1 1-1 1-1 это это с минусом на 5 1 умножить на хиатэ вот это с минусом и здесь минус и здесь минус 1 умножить на хиатэ с минусом будет плюс. Видели? И минус, минус и минус И теперь упрощаем 1 минус 1 это что? Это 0 Поэтому здесь будет Хи А А вот здесь нет Хи А нельзя заключать А вот здесь будет Индикаторная фонда А вот здесь есть Формула включения Пожалуйста, посмотрите и поймите Так или нет? Да Отлично Сейчас я ровно такое Напишу Вот она В другой виде написана Вот это ограждение Посмотрите внимательно и поймите, что это то же самое Вот если перейдешь к количеству То это оно будет, да? Вот теперь я ровным образом Напишу вам Для трех множеств Смотрите Индикаторная фонда Объединение Тех множеств Идем прямо по этому рассуждению Это что такое? Это единица минус что? Минус Ну вот то же самое Объединение трех множеств Это называется не с палочкой А дополнение Так? Вы поняли, что вот это разница И вот это разница Одно и то же Отлично А дополнение К объединению Трех множеств Это что такое? Что происходит? Дополнение Каждой разни множеств Объединение Объединение Пересечения Пересечения Дополнения Да, пересечения Так? Да или нет? Да Отлично Пошли дальше Пошли дальше Здесь стоит пересечения Поэтому надо написать произведение Индикаторная фонда Идея поняли? Да Замечательно А дальше что будет? Один минус Один Поняли элемент? Да А вы понимаете, что будет для четырех множеств? То же самое Скобок будет лучше Для четырех множеств будет четыре скобки Для пяти множеств будет пять скобок И так далее Сколько множеств? Столько и скобок А раскрывать эти скобки одно удовольствие Правда? Посмотрите Когда я не раскрываю Что получается? Из каждой скобки берешь по единице Получается единица Получается минус один Если взять две единички И одну хи То получается плюс Хи А, Т, Хи Б, Т, Хи Ц, Т Если берешь две буквы хи и одну единицу То получается минус Хи А, Хи Б, Т Я понимаю Хи А, Хи Ц И наконец Когда все эти хи берешь Будет три минус И еще один минус Будет плюс Хи А, Хи Б, Т, Хи Ц Идея понятна? Да Просто уж более важная Формула Дополнение к объединению Это собственно На ней все основано Понятно, да? Умножение 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 А, В, С А, В, С Как настрим множество А теперь как получить из этого Формула включения Изключения для трехпорожных Вот это вот Хи А умножить на Хи Б Это на самом деле Индикаторная функция Для пересечения А и В Вот это индикаторная функция Пересечения А и С Это индикаторная функция Пересечения В и С Это пересечение Договорились? Да Давайте Пусть информация Мы абсолютно Строго Дело в том, что Обычно Школьникам рассказывают Так Вот там Другого доказали А дальше Говорят, что Что называется Ребята Дальше так же Ходите Сами доказывайте И вот Мы сегодня Сумели С вами абсолютно Строго Доказать Формулу Включения Исключений Для любого Количества Можеств